Есть на нашей планете одно удивительное место – монастырь, спрятанный высоко в горах Китая. Многие слышали об этом монастыре, но немногим посчастливилось побывать здесь, и уж совсем немногим довелось практиковать и работать с энергиями, которые переполняют окрестности монастыря Шаолин. Шаолин – это не только красивое место, наполненное удивительными энергиями созидания. Для меня это в первую очередь люди, которые сюда приезжают со всего света и делятся своим опытом, знаниями и чувствами, создавая неповторимую магию этого места. Вот с этими людьми я и хочу вас сегодня познакомить. Я в Шаолине восьмой раз, и, конечно, Шаолин затягивает. Я помню, когда первый раз я приехала в Шаолине, это был 2007 год. И когда я уезжала, у меня в жизни вот все было, наверное, все неприятности, какие только можно, они на меня навалились. И когда я прошла вот этот вот первый Шаолин, я вернулась домой, и вдруг я понимаю, что я оказалась в другом пространстве, в другом окружении, вокруг другие люди. И я поняла, что мастер так уникально меняет энергию. То есть у меня была энергия вот низкая, да, и на этой энергии ко мне притягивались вот эти всякие неприятные события, какие-то люди. И когда я перешла на другой уровень, я в резонансе стала притягивать совершенно другое. И это так удивительно, это просто вот невероятно, это самое невероятное, что случилось в моей жизни. Но дальше больше, потому что вот на эту энергию стала притягиваться карьера, события, радость жизни. Не как мастер говорит, что мы делаем всё, чтобы быть счастливыми. И вот практика цигун, она как раз про это. И поэтому я так люблю Шаолин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я занимаюсь уже 17 лет, чуть больше, 17 с половиной, если точно, да. Место это совершенно фантастическое, да, удивительное. Хотя звучит довольно неопределенно, но это на самом деле так. То есть вроде ничего особенного. Природа здорово, монастырь, казалось бы. Но на самом деле атмосфера совершенно особая. Очень тонкое ощущение бытия. Оно сразу же меняется. То есть когда сюда приезжаешь, да, даже у нас был вечер до начала занятий с мастером. Уже было полное ощущение, что в процессе, несмотря опять-таки на то, что количество у нас дней здесь достаточно внушительное, С первого дня происходят внутренние и разительные изменения. То есть совершенно другой уровень тишины наступает, спокойствие, сознание, принятие этого всего. Ощущение, ну, соответственно, энергии мастера, да, энергии этого места, самого Шаолиня, местной природы. То, что со мной произошло, буквально на вторую медитацию, первый день, ну, я бы это назвал обновлением, что ли, сердца, произошло такое вот событие внутреннее, свое. Жить стало еще приятнее, легче и веселее. И больше понимаешь и чувствуешь. Словами достаточно сложно передать, как все время, да, мастер говорит. То есть эти вещи, которые очень тонкие, с ними всегда в переводе на человеческий язык, бывает сложно. Отличное место, отличные люди, классный мастер. Здесь стоит бывать не один раз. Добрый день, меня зовут Елена Слезавина. Я занимаюсь джунь-юэйн-сюгун с 2010 года. В Шаолине я уже шестой раз. Также последовательно занимаюсь йогой на протяжении 20 лет. Эти два духовных направления дают возможность прорабатывать себя, свое тело на энергетическом и физических уровнях. Большой удачей в своей жизни считаю встреча с мастером Сьюминтаном. В пространстве мастера мы получаем знания высокого порядка. И также наша практика становится в разы эффективнее. Не зря мастер нас собирает в таком сильном месте, как Шаолинь. Создавая для нас особые условия для получения более углубленной результативной практики. Всем практикующим и кто еще не нашел свой путь, найти своего наставника, учителя. Изменитесь вы, изменится мир вокруг вас. Спасибо. Когда приезжаешь в Шаолинь, ты получаешь очень сильную цель. Для перезагрузки улучшается тело, энергия, дух. Я приезжаю в Шаолинь 20 дней в год. Раньше было три заезда, и я приезжала на все лето. Конечно, здесь не было так мегалюдно. Мы имели свободный доступ к монастырю, на кладбище, в горы. Мы находили духовных учителей. У нас есть такой опыт. Все, кто сюда приезжает, мы когда-то здесь были в этих местах. Мы живем очень короткую жизнь, а камни, храмы, они стоят века, и они нас помнят. И когда мы созреваем, они нас призывают. Мы не случайно в этом пространстве. И многие из нас вспоминают. Лично я вспомнила, что я по дороге от одной местности, вот эта дорога к храму, я ее очень хорошо знаю. Монастырь Шаолинь, он, конечно, сейчас чуть-чуть стал уже для общего созерцания. Мы сейчас находимся в храме матери. И храм матери для меня знаковое место в культуре Шаолинь и в моей практике цигун. Потому что я пришла в цигун немножко раньше, но не было осознания, не было понимания, было достаточно сложно заниматься, и было все как-то непонятно. И в моей жизни происходит достаточно сложный период, когда меня беременную на ранних сроках оперируют в Таиланде. И когда я вернулась в Россию с этой беременностью, мне сохраняют ребенка. Медицина, которая традиционная, она мне сказала, все, нет, это невозможно. В этот момент времени я вернулась в цигун, начала практиковать. Мне очень сильно помог мастер, который чудом оказался в этот момент времени в Москве. И я поверила, и чудесным, вообще абсолютно чудесным образом, божественным ко мне пришел сын Саша. И вы даже не поверите, потом никто не знал, я родила еще третью девочку Марусю. И я постоянно во время беременности, во время родов, во время кормления грудью, сейчас я постоянно практиковала. Был полный отказ от антибиотика, хотя у меня были полостные операции, и современная медицина говорила невозможно. Но все, все невозможное возможно, я знаю точно, и благодаря этой практике цигун. Продолжение следует... Друзья, всем привет, меня зовут Саша Кравченко, и это мой третий Шаолинь. И, конечно, каждый раз, когда сюда приезжаешь, есть какое-то ожидание чуда. И самое интересное, что именно в Шаолине я встретил свою будущую жену, поэтому для меня это и поворотный момент просто в моей жизни. И я, конечно же, всем рекомендую побывать здесь хотя бы один раз, и не то, что просто походить, а именно позаниматься, попрактиковать. С нами, нашим грандмастером, с Эльминтаном, получить свой опыт, потому что без своего опыта мы никуда не движемся. Любопытство движет миром. Самый интересный вопрос, наверное, это кто мы, откуда мы пришли. Мы находимся возле павильона принца Кимнары, прапрапредка нашего мастера Сюэминтана. Кимнара пришел в монастырь Шаолинь, готовил кушать, подметал листья, был очень неприметный, практиковал. Но когда напали на Шаолинь враги красные повязки, и уже не захватывали монастырь, и тут вышел Кимнара и начал увеличиваться в размере. Он начал расти, 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 враги испугались и убежали. И поэтому Кимнара считается защитником людей, защитником монастыря, и мастер Сюминтан пошел по его следам. Я в этом году приехала в Шаолинь второй раз. Первый раз я приехала в связи с проблемами здоровья. За промежуток времени, который прошел, я стала инструктором по первой ступени и приехала второй раз. И хочу объяснить, в чем мой мотив. Дело в том, что приезжают люди уже энергетически наполненные и готовые к дальнейшему росту. И когда ты находишься в сообществе этих людей, то определенным психофизиологическим законам твой уровень энергетической готовности разрастает. Это можно объяснить на основе так называемых зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны были открыты в 90-е годы, и они помогают понять, каков механизм снятия состояния одних людей по отношению к другим. Можно этими механизмами объяснить и то влияние, которое оказывает мастер своим высоким уровнем тонких вибраций и духовного роста. Благодаря этому пребывание в Шаолине позволяет людям, даже сильно продвинутым в техниках цигун, наполниться содержанием, по сути дела, составляющих духовную сущность этого направления. Я в Шаолинь приезжаю, приехала уже много раз, вот всегда как бы получаю здесь нечто особое. Мастер Шуминтан говорит, что в мире очень мало мест, где можно общаться с духовными учителями. А Шаолинь одним из таких мест, является одним из таких мест. И да, у меня здесь много-много разных историй интересных. Действительно чувствуется вот это общение с духовными учителями. И, ну, в храмах, в горах, даже в медитации. Ко мне в одном там храме старого патриарха, просто там я занималась, и пришел такой образ, я начала повторять там за образом. Потом вышла через 20 минут, и тут приходит ко мне монах старый, вот так делает. Он говорит, а ты вошла в тишину? Я не поняла, что он имеет в виду, и потом говорит, что ты услышала звук? Я говорю, нет. Она вошла в тишину, и рассказал всем монахам. Это просто, ну, так было немножко для нас, для студентов, мастера Шуминтана, это как бы, ну, в нормальном состоянии, что ли. Меня зовут Освальд, я из Литвы. Я в нашей школе примерно 20 лет. Шоу-лини, возвращаясь после Шоу-лини, всегда что-то раскрывается. И вот со временем у меня такая история раскрылась, что вот, когда люди приходят, неважно, обычной жизни, необычной жизни, ты видишь у человека определенные травмы, проблемы, да, которые мешают ему идти в успех. Ну, как пример, да, вот приходит девушка на занятия, и ты видишь, что у нее проблемы с сердцем. А если глубже посмотреть, ты видишь, что у нее какие-то были проблемы с отцом, и в итоге у нее проблемы с мужчинами, потому что есть внутри какие-то травмы с отцом. И эти неразрешенные эмоции, испытания, которые она на себе испытала в течение жизни, в итоге ее ведет в определенной дорожке к несчастью, скажем так. И вот что дает практика, что вот ты начинаешь глубже понимать свою жизнь, и начинаешь видеть определенные шаблоны, как работает жизнь, глубже понимать жизнь своих окружающих и тех людей, которые тебя окружают. И если сравнивать человека, который не практикует, а просто вот живет, так он как, ну, биоробот у нас называют. Или просто он идет по программе, и у него просто, ну, видно очень плавно, куда он приближается, да. И счастья мало, большинство людей страдает. Так вот, как человек начинает заниматься, со временем у него появлялись большие части, а из-за простой причины, что он больше понимает свою жизнь, себя, как работает жизнь. Желаю всем, кто смотрел, подумать об этом, что, может быть, жизнь не такая, как вы думаете, что она есть, и поставить все под вопрос. Может, вы, вот как этой притче, вот есть такая известная притча про слона, а рассказывает про слона слепой человек, глухой человек и слепой глухой человек. Ну, один говорит, вот слон такой-такой-такой-то формы, да, но он не слышит звука, как пример, да, он может его только потрогать. Другой говорит, а слон вот такой, там, у него есть уши большие, четыре ноги, хвост, он такого размера примерно, запах определённый исходит. И другой человек рассказывает про слона, да, который у него есть и слух, и обаяние, и чувствовать может, так и с нашей жизнью, да. У большинства людей, как в этой притче, некоторые знают только одну часть жизни. И вот когда люди начинают заниматься, им начинает по чуть-чуть раскрываться другая часть. жизни, и она меняется. Спасибо всем, кто смотрел. Желаю вам счастья и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok